Культ! 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 В Кирове 12 часов и 5 минут. Наступила долгожданная пятница. Сегодня 3 марта. И вас приветствует Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. Давненько не виделись. Мужской праздник был. Там было несколько выходных дней. Да, целых две недели. Да, и поэтому культ-похода у нас не было. Но грядет женский праздник на 8 марта, глядишь на носу. Весна наконец-то наступила. И сегодня программа у нас культ-поход будет яркая, весенняя. И говорить мы тоже будем о весне, о международном музыкальном фестивале «Вятская весна», который открылся в Вятской филармонии именно имени Петра Ильича Чайковского. Все верно? Верно. Наши гости сейчас их представим. С нами в студии сегодня Александр Чубаров, дирижер Вятского оркестра русских народных инструментов имени Федора Шаляпина. И Елена Преснецова, музыковед Вятской филармонии имени Петра Ильича Чайковского. Добрый день. Добрый день. Добрый день. С большим вас открытием, с весной. Творческих успехов, планов, естественно. Открытие уже состоялось, мероприятие. И сегодня мы в культ-походе будем говорить о том, что будет наполнять, собственно, этот фестиваль. Ну и я думаю, что будем еще отвлекаться о других тоже проектах, о других мероприятиях поговорить успеем. И наших слушателей традиционно предупреждаю, так, по-доброму, по-хорошему, да, о том, что у нас еще и розыгрыш призов запланирован. После 12.30 наши гости будут задавать вам вопросы. Это прямой эфир. Звоните 211-101, отвечайте и получайте билеты, книги и другие. У нас тоже замечательные призы есть. В общем, подробности будут чуть позже. Возрастное ограничение сразу же скажу. Фестиваль «Авятская весна» 12+. Это нас обязывают делать. Ну что, начинаем. Как прошло открытие? Открытие прошло замечательно. Вятский губернский симфонический оркестр выступил 1 марта с программой, посвященной Сергею Сергеевичу Прокофьеву. И был замечательный солист Сергей Поспелов, лауреат международных конкурсов, скрипач уникальный абсолютно, который играл на итальянской скрипке Андреа Гальяна. Вообще потрясающий был концерт. Но я хочу сразу сказать о том, что это 17-я наша «Авятская весна». Фестиваль начал свою работу в 2007 году. И сначала это был фестиваль просто камерной музыки. Он объединял несколько таких вот, ну, не очень масштабных событий. Но со временем этот фестиваль разросся. Он стал более профессиональным, соответственно. И уже в состав «Авятской филармонии» в 2008 году вошли и «Авятский оркестр русских народных инструментов» имени Шаляпина. Александр Николаевич его представляет сегодня здесь, в нашей программе. И «Авятский губернский симфонический оркестр, как называется сегодня этот коллектив, который возглавляет Илья Николаевич Дербилов». А когда он статус международного получил? И в связи с чем это? Вы знаете, он сразу получил статус международного, потому что уже на первом фестивале у нас был из Македонии. Я уже даже сейчас не помню фамилию этого музыканта. Он играл на тромбоне. В зарубежье, в общем. Да. И мы как-то сразу решили, что это будет история, в которой будут принимать участие и наши солисты, и наши творческие коллективы, и, соответственно, приглашенные наши и именитые российские исполнители, и зарубежные музыканты. И эта история у нас, в принципе, так как бы развивалась, может быть, в последний фестиваль. Он не столь показателен в этом направлении по известным причинам, но все-таки. И у Александра Николаевича 9 апреля будет концерт, который, я думаю, что это уникальный концерт, чарующий звуки флейты пана. Александр Николаевич расскажет об этом, но там солист, как раз представляющий Молдавию. То есть Россия, Молдавия. В Органном Заре у нас будет два концерта, посвященных Органу Майер, который стоит в Органном Заре. И 30-летие этого Органа отмечается в этом году. И получилось так, что маленький мини-фестиваль вместился в наш большой фестиваль «Вятская весна». И там будут и органистка из Японии, Хирока Иное. Такая у него сложная фамилия, всегда с трудом выговариваю. И Павел Ио, тоже интересная фамилия музыканта, они оба представляют Японию в нашем фестивале. Вот у нас такая зарубежная наполняющая в этом году. А как вообще вы выходите на зарубежных музыкантов? Они вас находят, вы их находите? Или как-то вот в процессе... Пусть Александр Николаевич раскроет секрет, как он вышел на своего солиста. У нас замечательный, действительно, уж раз так сложилось сегодня разговор, складывается. 9 апреля концерт в рамках фестиваля «Вятская весна», на который я пригласил исполнителя на панфлейте Вячеслав Змеу. Великолепный инструмент, и я думаю, что вы его все видели и слышали, но он такой настолько экзотический, настолько редкий, что мечта о том, чтобы когда-то он позвучал на вятской сцене, она как бы была, но трудно было реализовать. А я вот сейчас смотрю на его фотографию на сайте филармонии. Совершенно верно, да, вот как раз с инструментом. Но по-разному, вот мне по жизни приходится бывать в разных городах тоже, и Белгородская филармония взяла на себя определенное время уже назад такую миссию, и проводит раз в два года совещания такие и концерты дирижеров, оркестров русских народных инструментов, ну, всероссийского такого масштаба. Вот, они молодцы в этом смысле, и организовали сообщество такое, тем более оно теперь уже юридически закрепленное, ассоциация дирижеров оркестров народных инструментов России. И на одном из концертов, на одном из этих совещаний я, ну, во-первых, услышал этого исполнителя вот Вячеслава, и удалось с ним познакомиться, обменяться контактами, ну, и все, как бы дальше уже только дело. Поясните, пожалуйста, как специалисты для людей не очень понимающих, разбирающихся, что такое панфлейта? Что за инструмент такой у них уникальный? Сижу и стесняюсь спросить, да. Да, ну, это... Ну, я-то вот вижу, видимо, в руках, да, ну, вот, лучше всего посмотреть все-таки, открыть, прям набрать и открыть в интернете. Сейчас ведь так все просто, я вам просто поражаю. Ну, может, вы, да, как музыкант, специфику этого инструмента нам построите? Ну, это флейта, определенная такая, определенная конструкция, не та, которую мы привели в виде одной трубочки, да, это много трубочек деревянных. Рядные, они в ряд, вот эти трубочки разной длины. Да, 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 они немножечко так, еще и полу, вот таким полукругом, и разные длины. Вот такая, как гребеночка, как такая получается. И звук извлекается просто в нее, в каждую трубочку, получается, для того, чтобы разные звуки, да, солист вот так вот двигает, губы скользят вот по верхнему ряду. Получается, ну, другими словами, свист такой получается очень красивый, необыкновенный. И в зависимости, конечно, от квалификации программа, может быть, или там исполняемые произведения могут быть сложнее, там, или проще. То, что волшебный звук, это однозначно, даже самые простые звуки будут извлечены, это будет очень красиво. А Вячеслав, он настолько здорово владеет своим инструментом, что в этом концерте будет звучать музыка и русских композиторов. Например, Алябьева, Соловей прозвучит, старинная музыка, по-моему, у нас там запланирована еще 9 апреля далеко. Как формировался репертуар? Вы предлагали или солист непосредственно? Нет, в данном случае, да-да-да, Вячеслав, он такой востребованный, как солист-исполнитель бывает во многих городах России с оркестрами. Сейчас ведь оркестр народных инструментов практически в каждом областном центре разного уровня, разных составов, там, по количеству, по подбору инструментов немножко у нас все отличается. Ну, он вот востребованный человек, и кроме того, что он в Белгороде, вот я его видел, он выступает и в Санкт-Петербурге, и в Казани, и в Екатеринбурге. Я вижу, я готовлюсь к концертам, я смотрю очень много, и, ну, вижу, что это проходит всегда очень здорово. Поверьте, это будет необыкновенно. Это действительно будет этот концерт. Да, давайте напомним, что пройдет 9 апреля, да, и уже есть продажи их. Конечно, 9 апреля, я еще допомню, Александр Николаевич, вот вы насчет программы. Здесь будет и «Однажды в Америке» музыкальная композиция из такого очень популярного фильма «Одинокий пастух» Джеймса Ласта, и «Венецианский карнавал». Да-да-да, совершенно верно. В общем, такие вот, знаете, вот… И популярные вещи, да. Очень популярные, и все это невероятно красиво звучит в сопровождении оркестра. И это мастерски просто он это все делает. Правда, это удовольствие не только тем людям, которые, допустим, придут, ну, не слышат, или там редко ходят на концерт и получат, или там, ну, непрофессионалы. Мы, когда к нам приезжает такой уровень исполнителей, мы просто невероятно получаем удовольствие от общения, от этого, от разнообразия, что ли. Как такой глубокий глоток свежего воздуха. Ну, Александр Николаевич здесь абсолютно не голослоен, потому что, когда был юбилей Народного оркестра в ноябре месяце, да, Вячеслав был среди приглашенных звезд на этот концерт. И вот он сыграл маленький кусочек из этой программы и имел грандиозный успех у наших слушателей. Я еще хотела сказать, чтобы уже лучше представлять, она называется «Флейта Пана». Это означает мифологический персонаж Пан. Представляете, у него эти ножки и ручки, то есть это как бы такие копытца. Что такое приходит? Копытца, представляете, такой малосимпатичный. Внешне его изображают, он такой весь заросший, но в руках у него вот такая флейта. Это такие свирели, по сути, своей, скрепленные вместе. Если вы когда-то играли на губной гармошке, то вы представляете этот вот как бы... То есть каждая ячейка отвечает за звук определенной высоты, собственно, да? Так, так и есть. Да, вот такой у нас... Ну, до 9 апреля еще далеко, больше месяца у нас еще. Давайте я еще... Что раньше. Расскажите мне, Саня Николаевич. У нас 12 марта встреча с удивительными музыкантами из Нижнего Новгорода. Кристина Фиш, исполнительница на Домре, и Николай Назаров, балалаешник, концертмейстер группы Балалая Книжегородского оркестра. В общем, ваши непосредственные коллеги. Коллеги, да. И, ну, мастера тоже высочайшего класса. Сейчас, вы знаете, вот у нас последние годы, ну, как бы к своему удовлетворению могу это констатировать, что удается договариваться с музыкантами высочайшего класса, и просто уже наперед думаешь, ну, а что же дальше? Какая-то даже определенная трудность в этом. Есть для меня вот составление программ каждый раз, и приглашение солистов, это наиболее мучительный процесс. И даже уже если я нашел кого-то солиста, все равно программу до самого последнего момента думаю, а правильно, а вот выбрать, а так, а будет ли интересно, и так далее. Поверьте, это на самом деле самое сложное для меня. Может, у кого-то по-другому складывается. Ну, как? Мне очень сложно. И вот те люди, которые напротив вас сидят, им же должно быть интересно, вкусно, да? Да, да, да. И вот в этот раз нам приезжают музыканты, программку тоже мы долго обсуждали, и в концерте будет звучать музыка очень разная. Это и Бах, и Вивальди, и музыка современных композиторов. И очень одно из произведений будет одно. Это Михаил Бронер, современный композитор, который пишет для разных составов, и в том числе много он работает сейчас с народниками, пишет для Домры, для оркестров. Вот будет его звучать с сочинения, концерт для Домры и Балалайки с оркестром, называется Шагал. Это произведение, такого, представляете, ну, это большое произведение, 20 минут звучания, вот. И оно из уровня, ну, высочайшего класса. Эти такого рода произведения исполняются только на международных фестивалях. То есть с точки зрения исполнительского мастерства. И мастерства, и глубины там, и языка музыкального, и тех... Новизны музыкального языка. Наверняка из нескольких частей состоит оно там. Ну да, это в данном случае из двух частей состоит концерт. И образного содержания. Это все очень сложно. И когда мы это исполнили один раз только в Москве в прошлом году на фестивале, который специально посвящен этим сочинениям. То есть музыки современных композиторов для Оркестра народных инструментов. Нас пригласили тогда организаторы. И так совпало очень здорово, что это сочинение хотели исполнить солисты. А это были москвичи из ансамбля России, которым руководит, кстати, наш земляк Дмитрий Дмитриенко. Вот там и балалайшник, и дамристка, они были готовы сыграть. А мы просто уже выучили и представили это сочинение. Автор был очень доволен тем, как у нас получилось, как мы сыграли. Ну и когда я своим коллегам в других городах высылал видеозапись этого... Произведения. Я попорщик, то мои, допустим, однокурсники говорят, Сань, как это вы решились на такое? Потому что все-таки существует... Как вы заманиваете, как Александр Николаевич? Серьезно, так нет, это правда. Они мне говорят, Сань, ты как решился на такую музыку поиграть? Она сложная. Но она сложная для того, чтобы выучить ее. А для слушателей, поверьте, это будет все доступно. Это будет доступно и во многом благодаря тому, что у нас будут такие солисты. То есть в Кирове это произведение еще не звучало? И оно звучало один раз только в Москве, вот на этом фестивале. И я правильно понимаю, что мы его услышим 12 марта. Да, да, да. В 17.00 называется премьера и не только. Да, вот к премьерам относится это. К премьерам будет относиться концерт для двух мандолин с оркестром. Это будут играть наши солисты. Ну, Кристина Фиш вызвалась все-таки сыграть на мандолине. А Николай Назаров будет играть на балалайке. Ну, это родственные же инструменты, понятно. Струнные, это очень все хорошо сочетается с оркестром. И это будут премьеры. А во втором отделении будут не только премьеры. Там будет звучать музыка традиционно, уже написанная, которая звучала раньше для народных инструментов, и для балалайки, и для домры. Ну, мастерство ребят настолько высокое. И оркестр у нас в очень хорошей сейчас форме. Мне как бы приятно это осознавать, и я не стесняюсь об этом говорить. Хорошо, конечно. Ну, скажем, что ваш оркестр, Александр Николаевич, это гордость нашей музыкальной культуры. И приятно видеть лица радостные, которые нас благодарят после концертов. В общем, приходите. А как вы форму, кстати, у музыкантов приводите? Тут же зима, витаминоз, такое настроение хмурое зачастую. Главное, витамин, это музыка, музыка. Эмоциональное состояние очень важно, наверное. Эмоциональное очень сильно связано с физическим. Да, и вот как зимой вы поддерживаете. Как в одной известной композиции поется, бывает, не когда опустишь руки, да? Нет ни музыки, ни сил. Да, и так далее. Ну, что же греха. Бывает. В жизни музыканта тоже бывают такие моменты. С милым сочетанием интенсивности работы и немножко отдыхать. Ну, ладно. Знаю, что если музыкант – это профессия, то все равно нужно учиться и переламывать себя все-таки как-то, да, усилия воли проявлять. Я лично сам хожу довольно много пешком и на лыжах катаюсь. Тоже довольно много. И всем слушателям, всем присутствующим рекомендую. Это можно делать поздно вечером, когда уже как бы хочется. Но, тем не менее, это так. Я вот стараюсь так поддерживать форуму и вам рекомендую. Кстати, как раз вокруг филармонии есть лыжня, и она подсвечивается ночью, поэтому никаких в гагаринском парке никаких отговорок быть не может. На лыжах можно и пешком. Да. Хорошо, у нас еще много других мероприятий, о которых нужно. Все время на себя забрал. Да, Елена Романовна, передать им слово. Так, я хочу сразу пригласить 5 марта, это буквально завтра, это очень серьезный и важный и очень замечательный концерт, лауреат международных конкурсов, один из ведущих телеканала «Культура» Вадим Эллен Крик Трубач, высочайшего уровня, и он приедет со своей командой. Это будет презентация нового джазового альбома, и это будет действительно фейерверк эмоций, очень такие яркие впечатления у нашей публики. Мы очень хотим, чтобы слушателей было как можно больше на этом концерте. Вот это действительно такой свежий глоток весенних эмоций, как мне кажется. Ограничения? 12+. Все программы вечерние, которые начинаются с 17 или 18.30, они все, конечно же, с ограничением 12+. Дальше можно я продолжу? У вас какие-то мысли есть? Нет, просто я на сайте увидел, уточню, у Эллен Крико все-таки на сайте 6+, указано возрастное ограничение. Ну, хорошо. Значит, наша юная публика сможет прийти тоже на эти концерты. Да, дальше. Дальше у нас будет юбилей филармонии, 65 лет нашей концертной организации, большой концерт с фантастическими солистами и коллективами. В этом концерте примут участие по отделению и Авиацкий оркестр Русских народных инструментов имени Шаляпина. У них будут свои солисты. Татьяна Симушина, Сергей Плюснина, Юлия Гончаро, Максим Катарев, Евгений Южин и наша заслуженная артистка России, солистка Вятской филармонии Галина Олимпиевна Савина. А во втором отделении с классической программой, но очень красивая музыка, и Чайковский, и Хачатурян, и джаз будет звучать, симфоджаз в этом втором отделении. Вятский губернский симфонический оркестр, который в этом сезоне буквально набирает с каждым концертом обороты. У нас приезжают новые музыканты, высококлассный оркестр звучит, и он еще будет звучать еще лучше, потому что у нас объявлен конкурс на вакантные должности в симфоническом оркестре, и состав оркестра должен возрасти до 72 человек. Представляете, какая это симфоническая мощь. По сравнению с нынешней цифрой это намного увеличиваю? Сегодня у нас там, по-моему, 50 с чем-то артистов играет. То есть, получается, примерно на четверть должен будет расшириться состав. На треть, наверное. И вот в этой части, симфонической части юбилейного концерта выступит лауреат международных конкурсов, солист мирового уровня, кларнетист Игорь Федоров, которому удается играть любую музыку, начиная от классики, заканчивая джазом и какими-то новейшими сочинениями. И вот как раз его доля участия – это будут джазовые композиции и Розенблата, и Бенни Гудмана. То есть, вот ценители такого рода музыки, они должны сразу уловить и вот почувствовать весь вкус весны, красоты этого концерта. Дальше я сразу быстренько забегу вперед и скажу, что 25 марта на нашей сцене будет концертное исполнение оперы Олега Сергея Васильевича Рахманинова, по которому, со дня рождения которого в этом году, в апреле месяце, 2 апреля четко абсолютно, отмечается 150-летие. И вот опера Олега к нам приедут солисты Большого театра России, дирижер, главный хормистер Большого театра России, народный артист России Валерий Борисов. В этом примет, в этой постановке концертной примет участие смешанный Хоркеровского колледжа музыкального искусства имени Казейна. Ну, естественно, наш симфонический оркестр, потому что эта музыка немыслима без вот этого звучания симфонического оркестра. Это будет 25 марта. 25 марта, тоже 12 плюс возрастное ограничение. Да, вы меня будете сразу корректировать по возрастным ограничениям. Ну, вот хотя бы мы уже добрались до 25 марта. Еще можно сказать что-нибудь? Конечно, у нас до перерыва еще есть 4 минутки. Спасибо. Нам есть, что вам рассказать еще. Можно еще добавить, что в концерте, который будет посвящен 65-летию Вятской филармонии, принимает участие в первом отделении и наш концертный ансамбль 3 плюс 2. О котором мы говорили ранее. Да, они приходили к нам в гости. И они в этом концерте тоже принимают участие. Одно из произведений прозвучит в первом отделении, именно в исполнении этого ансамбля. Им, может быть, сразу тогда стоит сказать, что... Какого? Леонид Романовна, 30? 31 марта у этого русского концерта, ансамбля 3 плюс 2, большой концерт на сцене Большого зала филармонии. И он будет такой концерт. Там будут звучать самые лучшие патриотические наши песни о родине, о жизни, о смысле нашей жизни. И солистами будут солисты академического дважды краснознаменного ордена Красной Звезды, ансамбля, песни и пляски российской армии имени Александрова Алексей Скачков, Роман Валутов, Александр Мозгунов. Программа называется «Тебе пою, моя Россия», да? Правильно, да. Это 31 марта. Елена Романовна, я вот слушаю и понимаю, что я заслушиваюсь, как мне приятно, как вы рассказываете. Нет ли в программе Вятской филармонии каких-то лекций о композиторах, о музыке? Или, может быть, на будущее это будет такое от меня пожелание? Мне кажется, с удовольствием бы наша публика ходила не только на концерты филармонии, но и узнать... Тут много может быть форматов разных, встречи с музыкантами, непосредственно общение. Ну, может быть, это в качестве какой-то рекомендации, может, да, расширять. Или на будущее есть ли какие-то такие планы? Ну, смотрите, каждый наш концерт, по сути, своей, это есть уже маленькая лекция, потому что каждому произведению, которое исполняется, всегда какой-то есть комментарий. Вот. Вот я могу комментировать, что у Елены Романовны это очень здорово получается. Вот, я слышу, что я бы прямо пошла на такого лектора. Спасибо, Александр Николаевич. Лекторы-музыковеты у нее. Я с удовольствием всегда слушаю ее комментарии к нашим произведениям, которыми... То есть каждый номер предваряется... Обязательно, да. Обязательно скажите о концертах, которые вот как раз в этом направлении, именно в этом направлении, в этом году идут уже три концерта было. Минутка у нас буквально до рекламы. Вот в этом году у нас большой такой цикл музыкальной энциклопедии «От А до Я» с Артемом Варгавтиком. Это известнейший российский музыковед, ведущий телерадиопрограмм. И вот он с нашим вязким губернским симфоническим оркестром дает вот такие лекции. Интереснейшие комментарии. Оркестр иллюстрирует разными произведениями. И каждый концерт – это буква алфавита А, Б, В. И вот 29 апреля будет как раз буква Г. И, соответственно, композиторы, музыкальные термины на букву Г. Это интереснейшее. Инструменты. Своего рода даже, вот знаете, бывает такое... У нас сейчас очень модное такое явление – стендап. 15 секунд, к сожалению. Музыкальный стендап Артема Варгавтика. Ну, я думаю, если еще будет немножко времени, мы еще продолжим об этом говорить. Ну, а теперь реклама. Прервемся и скоро начнем розыгрыш призов. Мы продолжаем нашу программу «Культпоход». И сейчас настанет ваша, наши слушатели, очередь поучаствовать, отвечать на вопросы от наших гостей и выигрывать всевозможные призы. Список Светланы сейчас предстоит вашему вниманию. Итак, мы разыгрываем сегодня пригласительные билеты в кинотеатр «Дружба» и смена на любой фильм и сеанс. Также у нас есть пригласительные в галерею «Прогресса» на две новые выставки. Это выставка «Молодого искусства. Мы» с ограничением 6+. И проект «Сейв Спейс» ограничение 6+. Единый билет на обе выставки. Пригласительные билеты от наших гостей из Вятской филармонии на концерт 5 марта в 17.00, ПИР 39, Вадим Эйлинкрик. Это был джазовый концерт с ограничением 6+. И билеты на концерт 12 марта в 17.00, называется «Премьера и не только». Ограничение 12+. И также книги от магазина «Читай город». Ася Володина – протагонист. Ограничение 18+. Александр Соколов. Ученые скрывают мифы 21 века. Тут у меня пометка, что... Не губернатор. Губернатор и без возрастных ограничений. Фенни Флэк «Рождество и красный кардинал» 16+. И Вирджиния Морис «Забота о родителях. Энциклопедия ухода за пожилыми людьми». Ограничение 16+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. Ну что, гости, уважаемые, кто вам будет задавать вопрос? Александр Николаевич. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вопросик, раз уж мы тут о музыке сегодня. Дорогие слушатели, ну, вы, наверное, знаете, что существует три разновидности, три вида гусли. Это гусли звончатые, гусли клавишные, гусли щепковые. Вот, скажите, пожалуйста, какая из этих разновидностей используется у нас в оркестре, и вот наша девушка Наталья Погодина на каких конкретно гуслих играет? Только одна разновидность, да, присутствует? У нас одна, да. Есть оркестры, в которых... То есть есть у нас варианты ответа, и я думаю, что можно попасть. Давайте еще раз повторим. Значит, либо это гусли звончатые, либо щепковые, либо гусли клавишные. Клавишные, звончатые или щепковые. 211-101. Ну, я напоминаю, что это Александр Николаевич Чубаров задает вопрос, дирижер Равятского оркестра русских народных инструментов, и по именному... Заслуженный артист России. И поэтому именно такое задание про гусли. Давайте вспомним наш старинный русский народный инструмент. Да, и хороший вопрос. Вряд ли его, наверное, можно найти так просто в интернете, да? Ну, я напоминаю, что если... Ответы были. Поэтому поклонники, наверное, только дозвонятся. Три варианта, да, у вас неплохие шансы. Тем более, я напоминаю, что первый ответ, если он неправильный, мы обычно прощаем, да, так что у вас неплохие шансы. 50 на 50 ответить правильно, да, и выбрать тот приз, который вам больше всего нравится. 211-101. Ждем вашего звонка. Остается у нас, кстати, не так много времени на наше общение с гостями. Всего лишь 5 минут. 5 с небольшим минут. 5 минут? Да. 5 минут, 5 минут. Это много или мало. Да, можно еще парочку событий осветить. Да, если можно так кратко, потому что если будет звонок, мы вынуждены подозреваться. Ну, безусловно, мы очень много внимания уделяем нашей юной публике. Это и особые концертные программы, специальные такие абонементные серии. Вот. И буквально вот Александр Николаевич хотел поделиться мыслями о двух замечательных постановках музыкальных, которые будут и уже случились. Это Денискины рассказы, это такая музыкальная композиция литературная по известной книжке, которую все мы знаем с детства. И она, кстати, входит в школьную программу, что очень полезно. Да, Дениса Драгунского, точно-точно. Вот. И еще одна Николай Носов «Незнайка». У нас будет вот такая же музыкально-литературная композиция с народным оркестром, с ребятами из театра «Стрелка». Под управлением. Да. Светланы. Да, Светланы Лаптевой обязательно хотим сказать. Удивительно умело подходят к таким вопросам, и замечательные спектакли получаются детские. У нас есть звонок, наконец-то, от нашего слушателя. Алло, добрый день, приветствуем вас. Добрый день. Добрый день. Как вас? Меня зовут Светлана, я хочу попытаться ответить. Пожалуйста, какие гусли используются в нашем оркестре русских народных инструментов имени Шаляпина? Вятском, я имею в виду, оркестре, да? Звончатые? Гусли клавишные. Клавишные. Правильно? Совершенно правильно. Совершенно верно. В общем, Александр Николаевич сейчас на полном серьезе говорит, что вы абсолютно правы. Да. Светлана, поздравляем вас. Спасибо. Какой приз выбираете? Или мы вас сразу редактору нашему передадим? Я хочу сходить на концерт Вадима Эйлинг. Ой, отличный выбор. Хорошо, да. Не кладите, пожалуйста, трубку. Передаем вас нашему редактору, да. Поздравляем вас с этой победой. Так, вот наш редактор, мы убедились, уже взял. Успеем ли мы задать еще один вопрос? Я думаю, да, успеем, еще три минуты есть. Вопрос мой звучит так. Я уже обозначила, что у нас в нашей фестивальной программе два концерта будут посвящены 150-летию Сергея Васильевича Рахманинова. Это 25 марта, опера Олега. И 2 апреля, это тоже концерт симфонического оркестра, это будет солист Олег Ванштейн и концерт третий Рахманинова играться, симфонические танцы исполняться. Вот, вопрос заключается в том, у Сергея Васильевича Рахманинова был один из друзей музыкантов, гений, можно сказать, вокального русского искусства. И этому гению тоже исполняется 150 лет со дня рождения в феврале вот этого года. Мы уже отметили эту дату. Так кто же этот гений? У нас уже есть ответы. Мы вас удивим, уже есть, да. Мы бы тоже, наверное, дозвониться бы, наверное, хотели. Добрый день, да, приветствуем вас. Добрый день. Да, как вас зовут? Вы меня слушаете, да? Конечно, слышим. Как вас зовут? Валентина, если не ошибаюсь. Конечно, Шаляпин. Как без него, без Федора Шаляпина? Конечно. Федора Ивановича нашего дорогого. Вас зовут Валентина, да, если не ошибаюсь? Да, наша постоянная слушательница. Конечно, да. Вы абсолютно правы. Это верный ответ. Что хотите получить? Куда пойдете? А я не слышала. Хорошо, все, без проблем. Наш редактор, у него список призов перед глазами. Передаем вас ему, и вы сейчас выберете. Ну что, у нас остается минутка. Минутка с небольшим. Думаю, что вопрос уже не успеем задать. Ну, какие-то вот заключительные, пригласительные слова для сегодняшней программы Культпоход? Конечно, не все события Вятской весны нам удалось осветить в нашей такой программе. Скажу так, что она закрывается 23 апреля большим пасхальным концертом. Это тоже будет концерт Вятского губернского симфонического оркестра. И здесь будет замечательная музыка. И, наверное, одним из таких вот моментов, что привлечет публику, это знаменитый цикл картинки с выставки Модеста Петровича Мусоргского. Он прозвучит в исполнении Вятского губернского симфонического оркестра. И поэтому, суммируя то, что мы сказали, ближайшие события – это 5 марта, 12 марта – премьеры и не только, наш юбилейный концерт – 18 марта, 25 марта – опера Олега, 31 марта – тебе пою «Моя Россия». Ну вот хотя бы эти события. Кроме того, есть еще детские концерты. Смотрите на сайте, дорогие друзья. Вот-вот, я хотел уже подсказать. На любой вкус. Пожалуйста, заходите на сайт. Не знай-ка. Да, да. Заходите на сайт филармония43.ру. Там все предстоящие концерты, в том числе в рамках фестиваля, подробно расписаны, описаны. Благодарим наших сегодняшних гостей – Александр Чубаров, дирижер Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина и Елена Преснецова, музыковед Вятской филармонии имени Петра Ильича Чайковского. Спасибо. Удачи. Спасибо большое. Ждем вас. Спасибо. До свидания.